Евгений Федоткин больше 25 лет на службе. Участвовал в боевых действиях, поэтому цену каждой капли крови знает не понаслышке. Участие в донорских акциях принимает регулярно. Конечно, желание помочь другим, потому что мы, служа Родине, прежде всего обеспечиваем не только безопасность людей, но мы стараемся помочь людям. Что как ни помощь именно в самый трудный момент, когда нужна кровь, это, наверное, самая главная помощь человеку в трудный момент. Акция «От сердца к сердцу» стала уже традиционной. Год назад, когда начались отековидные ограничения, волонтеры обратились к сотрудникам Росгвардии с призывом стать донорами. Отклик был мгновенный и многочисленный. Очень здорово получилось так, что бойцы Росгвардии, ОМОН и СОБРа оказались самые организованные. Одни из первых откликнулись на эту просьбу. И большим количеством, я тогда помню, человек 95-х в раз пришло, и они массово эту кровь сдали. И даже одним таким движением уже часть потребностей была закрыта. Росгвардейцы – частые гости на станции переливания крови. Активно сдают плазму, содержащую антитела коронавирусу, те, кто переболел или привился. И кровь для пополнения донорского банка. Сама процедура сдачи крови занимает считанные минуты. Чутко устройство тонко следит за силой и скоростью кровотока. И как только набирается необходимая доза, 450 мл автоматически останавливается. Также стоп произойдет по истечению 12 минут. После него кровь брать уже бесполезно. Врачи говорят, дефицита крови и ее компонентов в регионе нет. Тем не менее, на станции всегда рады и новым донорам, и тем, кто регулярно приходит на сдачу. Сейчас приходит в день в среднем 150 человек. Плюс-минус. Это может быть 210 человек, может быть 130 человек. Наша станция работает по заявкам. Вот какая заявка на сегодняшний день, какие пациенты, в чем нуждаются, тот компонент у нас изготавливается. С начала этого года сотрудники Тюменского управления Росгвардии сдали уже более 40 литров крови. И останавливаться не собираются. Николай Смирнов, Алексей Горенко, Тюменская служба новостей.